Сейчас вы получите задание и форму отчетов для проведения лабораторных работ. Откройте форму отчетов. Откройте журнал на странице 10 лабораторных работ. И ознакомьтесь с порядком выполнения этих работ. По окончании изучения темы Сорокин проводит лабораторно-практическую работу. Теоретическую часть учащиеся выполняют в учебном кабинете. А практическую в учебных мастерских при участии мастера производственного обучения. Совершенствование системы проведения лабораторных занятий в профессионально-технических учебных заведениях актуальная задача. Исследования показали, что планомерные лабораторные занятия, проводимые в комплексе, являются связующим звеном между теорией и практикой. Проведение их по всем общетехническим, специальным общеобразовательным предметам и производственному обучению ведет к возрастанию числа и значимости лабораторных работ. Их количество к середине и концу учебного года характеризуется этой диаграммой. До введения комплекса 9 и 26 соответственно, после введения комплекса 15 и 34. Фронтальные и дифференцированные лабораторные работы разделяются на исследовательские, иллюстративные и обобщающие. Фронтальные занятия показали, что в экспериментальной группе, выполняющей весь комплекс работ, среднее время освоения каждой последующей работы сократилось с 65 до 28 минут. А в контрольной группе, выполнявшей лишь отдельные работы, сократилось мало, с 65 до 42 минут. Результаты проверки показали возрастание уровня профессиональной подготовки учащихся. Средний расчетный показатель успеваемости составил в экспериментальной группе 4,18, в контрольной группе 3,7. Средний производственный разряд составил в экспериментальной группе 2,38, в контрольной группе 2,2. Экспериментальные данные свидетельствуют о целесообразности планирования и проведения комплекса лабораторных занятий, увязанных с изученным материалом по всем учебным предметам. По окончании лабораторной работы составляется отчет. В результате наблюдений за ходом выполнения ваших работ мы с мастером пришли к следующему выводу. Последний урок посвящается разбору отчетов и подведению итогов лабораторных работ. Мы рассмотрели систему работы преподавателя Сорокина с использованием комплексной планшетки. Она позволяет строго регламентировать каждую часть урока, определить кому, когда и что надо делать. Но возможности преподавателя не ограничиваются только такой организацией урока. Сорокин использует разнообразие форм и методов учебной работы. Это повышает эффективность его уроков. Для учащихся технических училищ прогрессивной формой являются лекционно-семинарские занятия, которые складываются из лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы и зачетов. Сегодня мы заслушаем несколько докладов учащихся, которые они подготовили, пользуясь последними сведениями из технической литературы и достижениями новаторов производства. Слово для доклада представляется Юрию Пелкину. Мы смотрим фрагмент урока с докладом учащегося. Ребята, нам всем рассказывали, что решение задачи повышения точности идет путем создания инструмента из сервпрочных и статистических материалов, одним из которых является резец из Эльбора. Я читал, что были проведены сравнительные испытания проходных резцов из Эльбора, твердосплава Т-30К-4, минералы керамических пластин ЦМ-332 и синтетических алмазов АСБ. Анализ экспериментальных данных показал, что при обработке образцов из чугуна и стали режущие свойства перестаз Эльбора значительно выше. Хорошо подготовленный и органически включенный в ход урока доклад повышает интерес слушателей, способствует мобилизации их внимания. Часть докладов после их обсуждения публикуется в технических бюллетенях. Лучшие доклады представляются на техническую конференцию. Большое воспитательное значение имеет связь с жизнью базового предприятия. Проведение уроков с участием новаторов производства, рационализаторов, конструкторов, технологов. А сейчас я покажу вам в работе. Уроки под названием «Сигнал» служат оперативным связующим звеном между теорией и практикой. Их проводят, когда в производственном обучении обнаруживается слабое усвоение отдельных вопросов теории. Сообщив о недостатках, преподаватель для ликвидации пробела проводит специальное упражнение. Иногда уроки «Сигнал» служат для информации об успехах учащихся на производственном обучении, достижениях выпускников, или для передачи опыта новаторов производства. Перечислите механизирующие и автоматизирующие средства, которые встраиваются в токарные штанки при их модернизации. Коля Юлинов. Пневматические гидравлические патроны, гидравлический суппорт, многопозиционные чувствительные и точные упоры и гидравлическую подачу задней бабки. Хорошо. А кто дополнит? Люда Сысоева. Многоручечное управление скоростями и подачами заменяют одноручечным и кнопочным. Обеспечивают быстрый и обратный холостой ход суппорта, Урок викторина – действенное средство активизации мышления учащихся. Он прививает интерес к изучению предмета. Чаще всего викторина проводится в конце изучения какого-либо раздела или темы программы. Ребята, в творческих заданиях мы предложили вам тему «Модернизация лесодержателя» с целью ускорения и облегчения закрепления лесов. Мы получили от вас несколько предложений. Давайте послушаем предложение Сережи Высоковича. Основной смысл моей конструкции сводится к использованию винтовой передачи. Одним поворотом ручки перемещается верхняя часть лесодержателя. Этим самым мы закрепляем несколько лесов. Конструкции несложные. Изготовить можно в наших условиях. А теперь послушаем Сашу Смагину. В моей конструкции используются зубчатые передачи. От главного вертикально расположенного винта к четырем малым зубчатым колесам. На конце каждого болта установлена уширенная конусная шайба. И одним поворотом рукоятки мы закрепляем сразу же несколько лесов. Давайте рассмотрим предложение Смагина. Мне кажется, конструкция Смагина имеет недостаток. При сильном закреплении леса быстро полетят зубы колеса. Андрей? А мне кажется, наоборот. Легко и прочно закрепляется резец, а это главное. Володя? К тому же можно быстро установить резец по центру. Петренков, Боря. Предложение Лосаковича мне нравится. Оно имеет массивную конструкцию, прочно закрепляет раза в четыре леса. Устанавливает резец по центру без подкладок. Дима? Я против предложения Лосаковича. Оно дает недостаточную фиксацию точного положения при закреплении лесов. А ты что скажешь? Я не согласен. При закреплении токих лесов придется... Урок «Дискуссия» позволяет выявить, насколько глубоко учащиеся усвоили пройденный материал. Открывает перед ними неограниченные горизонты творческого поиска. Интересной и полезной организационной формой работы является урок «Экскурсия». Цели таких экскурсий могут быть разные. Приобретение новых знаний. Закрепление пройденного материала. Возбуждение творческих интересов. Специфической для профтехучилищ формой стала комплексная по ряду предметов экскурсия на базовое предприятие. Знакомясь с его историей, техникой, технологией и организацией производства, учащиеся готовятся стать достойным пополнением рабочего класса. Показ разнообразия форм и методов учебной работы можно было бы продолжить. Все они — результат творческих поисков передовых педагогов. Итак, мы затронули лишь некоторые проблемы современного урока. Редактор субтитров А.Семкин